Ну что, друзья, меня зовут Глеб Тремзин, вы на канале ДДХ. Мы сегодня выдвигаемся на серию EBT Open в Сочи. Сейчас 5 октября, полвосьмого вечера уже. И через сколько? Примерно три часа заканчивается регистрация на хайроллеров турнир. Так что быстренько я покажу, зачем мы едем. За пополнением коллекции трофеев. Вот такая коллекция у меня есть. Я думаю, многим интересно. Это 2008 год. Покерхаус в Москве. Там Маха в Амстердаме занесли за 200 евриков. Кстати, там насыпали вообще нормально. 40 с лишним. EBT High Roller в Сочи. Ну там мы на четверых поделили. Я просто чипак был и кубок мне отдали. Это Двушка, если я не ошибаюсь, в Сочи. По-моему, Двушка. Это Двушка на Багамах. Мальта Турбик за 500. Два браслета в куб. Сейчас скажу, почему два. И Персень. Перстень. Ребята, поморы знают, что это за Перстень. Это Перстень из покерного клуба Баратов. Два браслета почему? Потому что уже в последнее время перестали браслеты посылать. А один я подарил тёще. Ну всё, всё готово. Всё готово. Всё круто. Надеюсь, всё круто. Надеюсь, всё записывается. Немножко волнуюсь, разумеется. Но ничего страшного. В общем, вас ждёт крутой контент. Я для вас буду его записывать. Будем тащить турнирчики. Будем со всеми общаться. Будет очень шоколадно. А теперь в путь. Ну что, ребята, мы в очередном тоннеле. И самое время спросить у самого младшего члена нашей семьи, зачем мы едем в горы. Кать, зачем мы едем в горы? Папа приедет побежать тоннелы, а мы с мамой отдыхать. Вот такой у нас план. Я надеюсь, вам он нравится. Мне он точно нравится. Тебе, любимая, как план? Нормальный? Ха-ха-ха. 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 А ещё что-то покушать нужно. Ну всё, я думаю, со всем справимся. Попрошил палочку. Я открыл такие вкусные. Что пока не даёт. Давай, бери, держи, держи. Брокори. Пока мы добираемся, давайте я вам расскажу о месте проведения. Событие проходит в Красной Поляне, которая является одной из четырёх действующих в России горных зон. Казино Сочи располагается в 40 минутах езды на автомобиле от аэропорта Адлер. Добраться туда можно такими способами. На автобусе. Автобусы номер 135, 105 и 105 С едут в Красную Поляну через аэропорт Адлера. Время в пути составит полтора часа. Стоимость 150 рублей. Ласточка. Это электричка. Из аэропорта Адлера вы можете добраться именно ей. Стоимость взрослого билета из Адлера до розы Кутер 335 рублей 40 минут. Пути. Лично для меня это один из самых любимых способов добраться до казино. На такси. Если вы прилетели в Адлер и у вас нет времени, то заказывайте такси. GetTaxi, Яндекс, Uber. Стоимость поездки до Красной Поляны примерно 1000-1200 рублей за эконом-класс. 40 минут. Есть множество мест для заселения. Цена на проживание в относительной близости от казино начинается примерно от 1200 рублей. А вот отель Мариотт находится в том же здании, что и казино. Я как раз в нем сейчас с семьей остановился. Конечно, очень классный отель. 5 звезд, но стоимость от 10 тысяч рублей. Стоит понимать, что летом и осенью цены на проживание в Красной Поляне падают в 3 и более раз, поскольку горнолыжные трассы закрыты. Тем не менее, это не помешает вам подняться наверх и любоваться видами прекрасных гор. Будем проезжать самый наш любимый мост во время пути следствия в Красную Поляну. Кстати, вечером не так красиво, как днем, но может быть на обратном пути и захватим. Ну что, приближаемся. Сверкает, сияет. Поу-арена недавно построена. Следующее здание это казино Сочи. Потрясающее, яркое, эффектное. Повтори, что это, ну что, красавчики, прибыли. У меня ни в камеру не работало, здесь работают, работают. Ну что, красавчики, прибыли. Как вам поездочка, комфортно, прошусь? Все супер. Так, ну что, прибыли к отелю. Я же выиграл проходку, получается, на Старзах в этот турнир, да? И к этой проходке предоставляется, умрет на 6 дней. Ну мы за день до этого приехали, один день добавили. Аня, Катя и маленькая Лизочка готовы. Лизочка готова. Может успеем покупаться. На самокатах девчонки точно успеют покататься. Ну что, гоу заселяться. Пока-пока. Ха-ха-ха. Ну ладно, с ними поживем. Ну что, оружие есть? Да. Здравствуйте. Все, мы заселяться к вам, снимать влог покерный. Да, меня зовут Глеб. Сейчас я предоставлю документ, чтобы это подтвердить. Летс гоу. Так, наш номер. Это мы. Что делают обычно, когда заходят в номер? Что же типа такого, да? Ну это я без камеры обычно делаю с камерой первый раз. Так. А, ну сейчас я не прошел, где такие? Да. Эту сюда прямо делаем? В тени, а вообще... Посмотрим, как с мелкой спать. В однокомнатом номера. Есть, может, проблемки с этим. Можно, пойдем кушать. В первый день я не успел получить аккредитацию на съемку в казино, но зато успел запрыгнуть в турнир хайроллеров и со стартового стека 50 тысяч набил 188 тысяч и с этим стеком перешел во второй день. Ну что, это второй день для меня на Е5, и я погнал на второй день хайроллеров. Надеюсь, ничего не забыл. Надеюсь, дверь закрылась. Супер. Заходим со стороны Мариота в казино. Сейчас есть несколько встреч, поэтому довольно спешно все нужно сделать, но я уверен, все успею, и приду к столу вовремя будем тащить. Мы здесь не одни, у нас супертащун рядом. Сеня Карманский. Привет, Гендерова. У него стек почти в два раза больше, чем у меня. У меня 188 тысяч. Средний какой там? 100 с лишним, да, брат? А у него... Сеня, у тебя сколько? Ну, три средних или два с половиной. Блин, будем стремиться к Сене. Давай, удачи, брат. Что, ребята, хорошие новости. Мы аккредитованы официально на съемку, поэтому второй день хайроллера буду снимать. Это, конечно, классная новость. У меня уже турнир начинается, я побежал. Вот тут веришь в победу. Сейчас сказать, не знаю. Неплохо, чтобы ты еще комментировал, там у нас ничего нет, брат. У нас ничего нет. Нет, он иногда говорит, что там блеф прошел. Я шучу. У нас блеф? Да мы должны ставить. Стоит стоить. Защитили ББ, свалить 9. По флопу заколили небольшую ставку. 27 тысяч. По спарке четверки потернул. Мы донгаем. 14 тысяч. Там кол. Ривер девятка. Лучшая карта в колоде. Мэл ин. Бет 80 тысяч. После долгих размышлений. Кол. Шипит. Кол. Обязательно. Обязательно. Приятно. Но не мне. Точнее, не Артур. Андрей, а можно у вас узнать, как не расстраиваться после вылета из короллеров? Вы в этом просто мостах. Многим ставить получится. Я скажу так. А это же игра. Как можно расстраиваться? Кто-то играет. Да, и нужно быть готовым, наверное, к любому результату, да? О, тузики. Мы рейс. Рейсом 10 тысяч. Рейс 10 тысяч. Баттон кол. Мы ставку. Бэд 12 тысяч. Там кол. Ну что? Подумать, посмотреть. Потерну еще ставку. Бэд 25 тысяч. Там опять кол. По спарке дамы на ривере ставим еще одну на вэлию. Бэд 26 тысяч. Там кол. Победа. Кол. Короля ты помнишь, да? Король дамы помнишь. А, кто туда? Опасался. Король дамы было, да. Сейчас. Неприятно. Денадцать восемь. Кол? Денадцать восемь. Кол? Кол. После рейса и алына заколли карманных валетов на треть стека. Поехали в монетку против туз король. Монеточка против туз король, против Рената. на флопе два короля. Шансов мало. Делай и грязь. Не получится. Сняли. Ладно. Соточка минус. Но мы все равно сегодня в плюсе. Тридцать восемь. А есть? Тридцать восемь. Три бетнулись с ББ против Котофа. Валет шесть разная. По флопу поставили продолженную ставку. Оппонент кол. В идеальный для блефа терн поставили алын. Быстрый кол. Бл***. Кол шоу даун. Не флеш надеюсь? Тузы. Но ничего. Аут и есть. Ага. Пошел плакать. Что ребята у нас перерыв на хайроллер. К сожалению концовка сложилась для меня очень плохо. У меня было почти 400 тысяч. Сейчас меньше 100. И довольно интересная и неприятная ситуация сложилась у Тёмы. Он сейчас расскажет. Это вам будет наверное уроком и напоминанием как важно защищать свои карты. Когда казалось бы ничто не должно случиться необычного. Ну давай рассказывай Тёму что случилось в турнире хайроллеров. Привет, привет ребят. На самом деле да. Больше наверное это будет такое как видеообращение-совет. Для всех кто собирается играть офлайн. То есть ну да. Кратко. Как вообще все происходило. МП открывали. Там какой-то чипстек. У меня получается 10 блайндер. Я пуш с СБ. БВ долго думает. Танчит, танчит. Выкидывает. И дилер у меня из-под борта. Вытаскивает карты. И закидывает их в мак. И двигает мне банк. Потом оппонент говорит типа ты что делаешь? У меня карты. Прибегает флор. Здесь тысяч раз извиняется. Мне отдают мой рейс. То есть 10 блайндер. И СБ, ББ, Плюс Анто отдают оппонент. То есть ну а что вы понимали. Да, это турнир по 257 тысяч был. Рублей. Такое. Рублей да. Пока что рублей да. Вот. И такое происходит. И поэтому ну это полная дичь конечно я сейчас вообще. Я просто недоумение в каком-нибудь большом пока что нахожусь. Но как урок да. То есть если к вашим картам лезут просто я не знаю там. Защищайте гильотиной просто. Защищайте как можете да. Все это обрубайте. Ну потому что ну как бы уже ничего не сделаешь. Как бы да. Человек там все ошибаются. Но. Представьте да. Если ошибаются в таких турнирах да. По 3 800 долларов. То я думаю надо прям. Быть очень внимательно вообще да. Своим фактом. Просто я на самом деле честно не мог представить. Что в таком турнире на ИФТ. На Строзовском турнире такая ну херня я не знаю как по-другому сказать случится. Ну что вы понимали да. Это эквивалент был полстаптов СД. Который ну считай 135 тысяч рублей у меня просто дизель забрал. Как бы вот так получалось. Ну да. Да. Неприятная ситуация. И я вот тоже Теме рассказывал что у меня такая же ну похожая ситуация была еще лет не знаю 7 назад в Довеле. Это Франция тоже на ИПТ. Я сделал рейс с Дамой. Я на первом боксе был. И ББ еще думал и у меня забрали карты. Я просто их не защитил. Ну я начал мощнить. Типа поднял шуму. Ну и говорят ну ты не защитил карты. Все твой рейс сгорает. И все. Да ну к слову потом Парикопен перевернул Тускри 1 мастер. Он говорит ну я конечно хотел выкидывать. Он просто типа ну хотел узнать мой стэк. Ну на будущее типа да. Чтобы знать сколько у меня стэк. Ну у меня шестерки были типа. Вот такая вот история. У меня было бы типа 16 блайндов осталось 10. Да это жестко. Это второй день хай роллера. Каждый блайн супер важный. Тут еще точно фолт был бы. Ну супер неприятно. Он даже сказал типа я типа ну я почти выкинул. Просто мне хотел узнать стэк. Типа чтобы потом знать какой типа стэк в этой позе сидеть. Ну да. То есть можете учиться бесплатно извлекать ошибки. И конечно. За вас платно поучились. Да за вас платно. Бесплатно поучились. И ну это для каждого урок. И конечно надо быть внимательным в этом плане. В то же время какие-то вот карт протекторы помогают. Особенно более утяжеленные. Как бы это по-детски не смотрелось. Но блин. Теперь я наверное возьму его как-нибудь точно. Ну да. Так что. Ну. Так что да. Давай ты Глеб там по шоке иди. Хорошо. Будем стараться. Да. Защитили ББ с ТУС-9. По флопу. Чек кол. Чек. 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 Потерну. Чек-чек. Чек. Чек. После чека по риверу нам прилетает овербет почти на весь наш стек. Выграю за наш. Если законим. Я точно знаю одно. Тебя нету. Флеша до туда. Я знаю. Все же. Все. Блин. Равно пипец ребят. Но будем колить. С блогером на надфлеш решили отбить. Красава. Угадали. Флеш. Безалл. Флеша. Флеш. Флеша. Выстоя. Стриняя улучшилась у меня. Хорошо. У нас осталось 45 человек в турнире. Красота, да, Лер? Опа, какие персонажи! Дядя Коля, дядя Саша. Привет, 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 я скажу хоть нигде, да Саша. Сейчас только сказал, что маска не узнать, не узнал бы ник по голосу. Да он и похудел еще. Вы знаете, время самой офигительной истории. Так что, королеров играет, а его не кормят, ни хрена себе, что такое? Самая офигительная история у вас какая из Сочи? Самая офигительная? Из казино Сочи. Сложный вопрос, я знаю. Сложный вопрос, а время есть с ней подумать, нет? Ну давайте. Кстати, самая удивительная история, что меня в костюме Деда Мороза второй раз не пустили. Первый раз пустили, а второй раз не пустили, я был удивлен. А это было числа 4 января, я был удивлен. Ну да, жалко. Конечно, вас приятно видеть в ваших костюмах, смотри. А, но в этот раз, кстати, так, лайтовенько, не в лоптях. Ты держи, мы с тобой не поздоровались даже. Да ладно. Да? Сейчас будем ушатывать, Коляна. Но это не точно. Но будем пробовать, как у нее. Что, 146 тысяч у нас? Стэк не очень большой. Средний, потому что 336 тысяч, но хорошие новости, то что 29 человек всего осталось. А в призах будет 27. Я думаю, что как минимум мы должны получать. Надеюсь, у нас все получится. Сейчас один человек вылетит и будут синхронные раздачи. То есть за каждым столом до момента окончания раздачи следующие столы не раздают карты. Это сделано для того, чтобы не было ситуации, когда кто-то тянет время сильно, потому что очень сильно хочет пройти призы. Обычно так делают с маленьким спектром. Ну что, пару минут назад кончился перерыв в хайроллере. У нас осталось 4 стола, 29 человек в игре. Наконец-то хорошая карта, ребят. Чтобы легко выбросить. Хорошо. За два человека до призов открыли король-даму. Чип-ледер Кол. Класс. Кто у нас и твой стол? Кол. Чек. Три вэй. Чек. Мы чек. 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 Двадцать. Баттн поставил. Мы кол. Кол. Терн чек-чек. Чек. Чек. По риверу мы чек и нам прилетает ставка под наш ол-ин. Турнир за 256 тысяч рублей. Бабл. У нас проходной стек. Что нас бьет? Флэш. Стрит. Сет. Две пары. Топ пара. Изи кол. Ребят, ну это жесть. Я собрался колить ол-ин на ривере. И если я сейчас вылечу, я останусь без денег. И у меня не сказать, что прям очень сильная комбинация. Это будет выглядеть очень глупо. Смотрите. Все будут ржать. И очень будут довольны тем, у кого маленький стек. Но. Давайте проголосуем. Но если я заколю, то я буду суперкрасавчиком получается. Кол. Твоё. Е-бой. Сда на сик капусту. Все получилось. Изи катка. На самом деле это все игра на публику. Конечно легкий кол. Там понятно. Ну видели сами, какая рука. За то, где этого человека. Против него всегда кольки на ривере. Большие ставки. Обосрались. А я не. Ваша последняя раздача. 325, да? 327. Где-то так. Покажешь одну? Скажу. Какую? Так. Ну это хорошее, а это плохое. Давай. Блин. Ну два-то забыли. Так нормально будет. Ну давай, Вадим, рассказывай, как тебе быть чупаком на бабле, когда один человек дотражил. Прекрасно ты делал. Я так хочу. Какую стратегию используешь игрой? Тайтовую или агрессивную? Тайтовую, тайтовую. Вот как. Я не умею бабл давить. Ну на хороших, да, только играешь? Да. Ну мы видели, да, в раздаче. До этого я открылся король-даму, он запушил, один туз показал. Ну он там, конечно, там привирает, типа у него вторая карта маленькая была, но мы-то знаем, там туз-король, туз-дама, два туза, что-то такое. Все верно. Всем удачи. Колян. Тащи. Вот что за х**а? Вот что за х**а? Ой, это нельзя было говорить. Какая-то х**а. Ладно, всем удачи. Да. Рейс. Пять. Пас. Это мой стек? Ребята, ну я со своим стеком не унываю. Запушили карманные семерки с ББ против средней, со стеком около 13 блайндов. Можно фишку оленя, пожалуйста? Можно фишку оленя, не просто. Да, да. Вот фон здесь, пожалуйста. Попробуй. 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 Сюда Монеточка Флопс ту зом 7 К сожалению, аут 21 место 7155 условных единиц К сожалению, 21 вылетели Слабо сыграл, говорят Но ничего 7155 Как будто этому молодому человеку чуть побольше на сыне Я уже папаню переезжать должен был А что не переехал бы? Ну, слушай Вот так Получаем деньги, чуть не плачем Да, Тарк? Ну, типа того Ну что, ребята, хайроллер, к сожалению, закончен Но мы не расстраиваемся, я вылетел 21 Толик сразу же за мной И мы погнали к нашим девчонкам И мальчишкам тусить Спасибо Я отдыхаю в семью, настроение прекрасное Я не расстроился Все хорошо Мейн-эвент начнется завтра Так что сейчас покушаю, отдохну, наберу сил И завтра вступаю в игру Что, друзья, день подходит к концу Я провожу в самой замечательной компании Этот вечер В компании моих любимых девчонок В компании блюд вкусный Потому что я очень голодный Я очень уставший Я надеюсь, этот день мы прожили вместе и вам Это понравилось И до встречи завтра Завтра будет мейн-эвент Только вперед Субтитры создавал DimaTorzok Ахахаха Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...